Эфир СТВ продолжает новости в студии Юлия. Алексей Юг, здравствуйте и коротко о главном к этому часу. Запад подтолкнул Беларусь и Россию к более интенсивному развитию. Выводы по итогам сотрудничества и грандиозные планы на перспективу. Зону общих интересов определили сегодня Александр Лукашенко и глава Нижегородской области России Глеб Никитин. Преступники не исключали физического устранения главы государства и находились под контролем украинской разведки. Новые подробности суда над бандой Автуховича. Второй день тяжелого разбирательства по 65 томам уголовного дела. Спасти других ценой собственной жизни. Ровно год назад белорусские летчики совершили героический подвиг в Барановичах. Имена Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко навсегда в памяти белорусов. Телеканал СТВ подготовил премьеру. Ностальгия по советскому прошлому и передача лучших традиций будущим поколениям. Пионерское движение отмечает вековой юбилей. С этой датой организацию поздравил президент Беларуси. Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным. Регион давний друг и партнер Беларуси больше 15 лет. Стороны сотрудничают в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном русле. И даже несмотря на общемировой спад экономической активности, показатели взаимного товарооборота растут. В прошлом году цифра приблизилась к отметке 700 миллионов долларов, что на 50% больше предыдущего показателя. Потенциал не исчерпан, уверен президент Беларуси. До золотого миллиарда недалеко. В зоне общих интересов – развитие промышленности, сельского хозяйства, строительства и IT. В попытках внешнеэкономической блокады наших стран Александр Лукашенко видит серьезные стимулы для развития. Сейчас необходимо создавать производственные кооперации и использовать отечественные цифровые технологии для укрепления собственных экономик. Во главе угла белорусско-российского сотрудничества импортозамещения лидеры государств сейчас активно обсуждают этот вопрос. Конкретные поручения уже даны правительством, отметил Александр Лукашенко. По импортозамещению – это вопрос номер один. Мы очень серьезно разговаривали с президентом России, вы знаете, совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать. Мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Импортозамещение для нас очень важно с точки зрения развития. Развитие для Беларуси. Если мы пойдем вместе с Россией на это импортозамещение, то мы получим более высокие компетенции. И с учетом востребованности этого товара, особенно в нашем российском рынке, возьмите полупроводники. Мы с Путиным договорились, сколько бы это ни стоило, мы должны их производить. Может быть, чуть-чуть уровнем ниже это будет, чем в Америке или в Японии, Корее. Но самолеты будут летать, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции. Вот сели правительства, собрали в кучу то, что у нас осталось. И давайте будем работать в этом направлении. Поэтому выйдем мы из этих санкций и получим от этого солидный эффект. Не увели бы западники, американцы против нас эти санкции? Ну, прежде всего, вы нефть-газ обменивали бы на продукцию реального сектора экономика Германии или США. А так мы будем делать это все сами. Но когда-то мы не отставали ни от Америки, ни от других стран. Мы обеспечивали себя по всем направлениям. Поэтому справимся мы с этими санкциями по импортозамещению. Будем серьезнейшим образом в течение ближайших дней обсуждать эту проблему с президентом Путиным. Правительства имеют поручения уже. И мы хотим посмотреть, как правительства выполнили наши поручения. Потому что так бывает, что поручаем-поручаем. Правильно поручаем и говорим. А результата нет. Поэтому мы договорились с Владимиром Надеевичем, что мы прежде всего сядем и посмотрим. Программа есть, как она реализовывается. Глеб Никитин подчеркнул заинтересованность региона создавать совместное производство, наращивать взаимную торговлю, заимствовать белорусский опыт в сельском хозяйстве. К слову, больше 60% аграрных машин на полях Нижегородской области белорусского производства. Партнеры готовы закупить больше. Программа рабочего визита позволит делегации оценить белорусские возможности на месте и договориться о новых точках соприкосновения. Профильные министры региона встретятся с белорусскими коллегами, а также посетят Парк высоких технологий и белорусский машиностроительный флагман «Амкадор». Сразу после общения с нижегородскими гостями Александр Лукашенко встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, о чем шла речь в кабинете главы государства в наших следующих выпусках. Шестой пакет санкций против России заблокирован. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Дело в том, что страны Евросоюза так и не смогли договориться. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже предупреждал о том, что новые санкции могут быть не согласованы из-за позиций некоторых государств по нефтяному эмбарго. В частности, речь идет о Венгрии. Страна заявила о своем намерении наложить вето на любое решение по этому вопросу. Напомню, уже долгое время Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российских нефти и газа. Именно это было ключевым и вместе с тем самым спорным моментом в шестом пакете санкций. Пример удивительной недальновидности европейской политики. В Польше антироссийские санкции ударили по местному населению. В результате 300 поляков остались без работы. Дело в том, что еще в конце апреля Министерство внутренних дел Польши обнародовало список лиц и компаний, на которые распространяются санкции, так как они якобы связаны с Россией. В этот список попала и организация из Вроцлава, которая работает в сфере медицины. После этого предприятие не смогло ничего продать или купить в Польше, а все счета оказались полностью заблокированы. Именно поэтому люди остались без работы, они не могут получить зарплату за прошлый месяц и не знают, чего ожидать дальше. Планирует ли власти Польши как-то решать проблему, с которой столкнулись их граждане, пока неизвестно. В Гродно продолжается судебный процесс по делу группы Автуховича. Напомню, ее участники совершили ряд тяжких преступлений и готовили серию терактов в Беларуси. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса. Среди них – акт терроризма, измена государству, покушение на захват власти. По делу в качестве обвиняемых проходит еще 11 человек. Наш корреспондент Константин Герцев второй день следит за процессом. Он на прямой связи со студией. Костя, добрый день, тебе слово. Юлия, привет. Второй день от судебных заседаний по делу нашумевшей банды Автуховича проходит в Гродненской тюрьме номер один. Я напомню, вчера главаря группировки Николая Автуховича и его подельника Владимира Гундаря удалили из зала суда за нарушение правил поведения. Также сторона защиты не поддержала ходатайство представителей средств массовой информации о разрешении фото- и видеосъемки процесса. Сегодня эта история получила неожиданное продолжение. Гособвинители подали прошение о возвращении Автуховича и Гундаря в зал суда. По мнению прокуратуры, без их участия судебное следствие будет неполным. Все остальные участники процесса поддержали это предложение и обвиняемых вернули в зал заседаний. Также в данный момент с журналистами готовится ходатайство о повторном рассмотрении вопроса присутствия СМИ на процессе, поскольку вчера при подобном обращении только защитник Автуховича ответил отрицательно. Другие участники поддержали инициативу. Сейчас в судебном процессе перерыв на обед. До его начала лидеру группировки Николаю Автуховичу начали зачитывать обвинения. Я напомню, ему инкриминируют нарушения 12 статей Уголовного кодекса, 6 из которых особо тяжкие. Такие как создание преступной группировки, подготовка актов терроризма, разжигание межнациональной розни и незаконный оборот оружия. Мы продолжаем следить за процессом. Коллеги, вам слово. Благодарю. Это был наш корреспондент Константин Герцев с последней информацией о слушании дела группы Автуховича. К другим темам спасение людей ценой собственной жизни. Ровно год назад белорусские летчики совершили героический подвиг в Барановичах, пожертвовав собственными жизнями. Майор Андрей Нечипорчик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий Як-130 от жилых домов. Обнаружив отказ систем, пилоты по инструкции должны были катапультироваться, но приняли решение остаться в кабине стремительно теряющего высоту самолета и направили его в единственную точку, которая была вне жилых построек. По данным бортовых самописцев, летчики до последнего управляли аппаратом. Их героический подвиг навсегда вписан в историю нашей страны. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента им посмертно присвоено звание Герой Беларуси. Героям нашего времени посвящен фильм, который телеканал СТВ снял к годовщине трагедии в небе над Барановичами. Героям нашего времени посвящен фильм, который телеканал СТВ снял к годовщине трагедии в небе над Барановичей. 19 мая в 20.50 на СТВ. Пионерское движение отмечает вековой юбилей. С этой датой организацию поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил белорусских пионеров за теплоту и внимание, которыми они окружают ветеранов и участников Великой Отечественной войны, за бережное отношение к исторической памяти, мемориалам и памятникам, за креативность и яркие идеи, которыми они наполняют будни и праздники. «Сегодня, сохраняя традиции пионерии, вписывая в летопись движения новые достижения и события, вы связываете судьбы прошлых и будущих поколений. Будьте всегда достойны своих предшественников и оставайтесь лучшим примером для тех, кто идет за вами», – напутствовал президент. А также пожелал участникам пионерского движения крепкого здоровья, творческой энергии и новых успехов в начинаниях во благо родной Беларуси. Праздник с богатой историей сегодня отмечают по всей стране. В Минске пионеры отдали дань памяти детям, героям войны, у монумента Победы. Представители поколения «Некст» сегодня не забывают, какой ценой была дана победа в военных сороковых. Активисты пионерского движения всегда были примером воспитания, чести, товарищества и патриотизма. Такими они остаются и сегодня. Мы с моим классом, с моей классной руководительницей помогаем людям. На 9 мая мы ездили к ветеранам, поздравляли их с этим днем. Также помогаем животным, собирали корм и ездили на Гурского. Да и, в принципе, любим участвовать где-нибудь. Для меня быть пионером – это помогать людям, участвовать в разных активностях. Быть пионером для меня – это почетно. У нас разработан проект шестого школьного дня, про который сегодня тоже очень много говорится. И пионеры занимают там одну из главных ролей. Потому что на их добрых делах, на их конкретных поступках, поддержку ветеранов, которых, к сожалению, не так уже много осталось, поддержку участников войны. Возлагая цветы к монументу Победы, пионеры выразили самую искреннюю благодарность потомкам. Эта праздничная церемония стала символом памяти о всех детях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Юбилейное мероприятие продолжится. В рамках фестиваля «Территория детства» сегодня в Минске выберут лучшего пионера страны.